Добрый день! Мы продолжаем наши уроки по книге Нехемии. И прошлое занятие наше остановилось. Мы закончили посередине второй главы, как раз когда мы подошли к теме, о которой я хотел отдельно не поговорить, об этой теме, и поэтому мы приостановили наш урок как раз на врагах, на врагах нашего народа, врагах, которые были в Святой Земле или жили в окрестностях Иерусалима. И враги эти, как и во времена Эзры, когда Зрубавель, в событиях, с которыми начинается книга Эзры, когда Зрубавель приходит в Святую Землю с группой в 42 тысячи человек, им начинает противостоять масса врагов, царей Ю, как они называются на иврите, на лошанакойдыш, и во главе с самаритянами. И вот здесь также сопротивление начинают оказывать новые люди, новые персонажи, и давайте разберемся, если они действительно, такие ли они новые, такие ли они новые, как они нам кажутся на первый взгляд. Итак, 2 глава, 9 стих. «И пришел я к наместникам Заречи и отдал им царские письма, а царь послал со мной военачальников и всадников, и услышал об этом Санвалад, первый, из Хорона, и раб Тувия из Амона». И было для них большой досадой, что пришел человек искать добро для сынов Израилевых. Итак, кто такой Санваладха Хорони из Хорона и Тувия Эведха Амони? Мы знаем, что во многих местах в Талмуде, в тракте Брахот, Хафаф, если не ошибаюсь, 26 лист, там говорится, еще в других местах говорится важное правило, что когда царь Санхирив пришел и захватил весь мир, ну, весь мир имеется в виду Ближний Восток, то от Персии, не в сторону Индии, на Восток, а на Запад, и максимум до Греции, Турция, Египет, а дальше наши праотцы тех времен, их влияние или их путешествия не распространялись практически, все происходило вот на этом пятачке передней Азии. Так вот, когда Санхирив пришел и захватил все эти территории, Санхирив царь Ассирийский из Ашура, он переселил все народы. Известная политика, которой придерживали все древние императоры, древние народы, захватывающие другие, чтобы подрубить корень будущего бунта, как известно, своя земля, она помогает, своя земля, не только с точки зрения технической, когда человек знает все стежки, дорожки, все местные леса, горы, что тоже дает большое преимущество в войне против врагов, но и просто сама земля, она позволяет, позволяет им, дает какие-то силы, есть история, где не помню, также в Талмуде, в которой рассказывается, что один из наших мудрецов привез греческого мудреца, греческого философа в Эртис-Сараэль, и он был очень слабенький, так вот, для того, чтобы его оживить, я не помню, для чего он нужен был, так сейчас пришло, в памяти всплыло это, для того, чтобы его оживить, он взял песок, написано там, холи, я думаю, просто землю, Греции вместе с собой, то есть, и когда они отплывали из Греции, он набрал в коробку местной земли, и он посыпал на голову этому греку, и вдруг этот престарелый грек ожил, ну, то есть, даже своя земля дает духовные силы, духовные, наполняет человека какими-то силами, так вот, чтобы люди не бунтовали, их обычно переселяли, давали им иногда даже и лучше условия, пожалуйста, живите, работайте на благо нашей империи, главное, только не бунтуйте, будьте законопослушными гражданами, и вот Санхирев переселил все народы, с того момента, а это приблизительно произошло когда, то есть, еще до греков, ну, в общем, еще до Нвухаднесера, до Персидской, лет за 200 до этой истории, где мы сейчас находимся, возрождение второго храма, и получается, что нет уже ни одного народа, который может назвать себя точно, ни одного представителя народа, филистимлян, амунитян, муавитян, амалекитян, причем очень важные моменты, потому что амалекитян, например, это один из немногих народов в мире, который не имеет права пройти Геюр, если он пройдет тайно, прикинувшись, выдавая себя за другого человека, за представителя другого народа, такие случаи были, был такой, например, Дойга Адуми, мы это хорошо подробно изучали, и часто встречались с ним во время изучения книги пророка Шмуэля, который был даже одним из, Гдолея Дор, одним из величайших мудрецов Торы, Дорос, потому что Геюр этот схватывается, но человек этот, он в принципе не, изначально делать это нельзя, так вот, сегодня никто, благодаря, не благодаря, а из-за того, что Санхериф пришел и перемешал все народы мира, больше сегодня никто, мы не можем утверждать с точностью, кто является амалекитянином, кто является амунитянином и муавитянином, так вот, если у нас есть здесь амунитянин, который упоминается, то не обязательно, что это был тот самый настоящий амунитянин, но, интересно, что даже если он был из земли амунитян, ну, то есть, из-за, с, левого берега реки Ордан, с территории современной Иордании, так, их и столица называется сегодня, Раббат Омон, хашемитское арабское государство, на Хон-Ле-Айом, так вот, даже если он пришел оттуда, он не был рабом, но, видно, что важный человек, Нехеме его так называет, пренебрежительно, для того, чтобы унизить этого человека, такое было отношение, теперь, кто такой был Санвалата Хорони, из Хорона, верно, они пишут, что такое Хорон есть, Хорон, Бейт Хорон, сегодня есть религиозное поселение, на, оно находится на трассе 4-4, Арб-Арбашалош, 4-4-3, это вторая трасса, после первой трассы, номер один, которая, шоссе номер один, который ведет в Иерусалим, есть еще вторая, второе шоссе, по которому также, вот сюда я в эту студию, например, только что приехал, из своего города Кириоцеф, или Модин Элит, официальное название, и вот там, на протяжении всего этого квиша, всей этой трассы нету ни одного религиозного поселения, в основном арабские деревни, он проходит через арабские территории, через палестинские территории, еврейские территории, сейчас там проживают арабы, временно, и в Бейт Хороне, в этом, живут религиозные, сианисты, религиозные евреи, поселенцы, кого-то, и, вероятно, оттуда, или, ну, из этой области, потому что, деревни, эти обычно религиозные поселенцы, дают очень щепетильно, выбирают, дают название именно того места, название, которое было, когда-то, которое местное поселение, насилие в этих местах, Кириотарба и прочее, Сусья, много таких поселений, это Тапуах, что еще вспоминается, Текоа, возле горы Ирода, и теперь, что он был, кто он был, этот Санвалат Ахорони, по разным мнениям, он был пехой Шамрона, Самарии, вероятно, он был самаритянином, но мы увидим его в такой роли ненавистника народа Израиля, что Равиша Яудит Рани, один из Ришоним, комментатор, в своем комментарии на эти стихи, он пишет, говорит, мне абсолютно, даже мне не нужны источники, но мне абсолютно ясно, что этот человек был Мешумад, что такое Мешумад, это, выражаясь современным языком, выкрест, еврей, еврей, этнический еврей, чистокровный, алахический еврей, который прошел, стал служить идолом, перешел в другую религию, и он говорит, Равиша Яудит Рани, он говорит, что если человек настолько ненавидит своих, не своих, а других евреев, так это, как правило, это или Амалек, или вот такой вот еврей, который оставил веру и стал поклоняться идолам, и теперь он из кожи вон лезет для того, чтобы доказать, что он правда, а не те евреи, которые остались в лоне Торы и идут по стопам своих отцов, своих праотцов. Вот такое интересное мнение. Теперь, это люди новые. Почему новые? Комментаторы говорят такую вещь, простую. Ведь сейчас над нами, над нашими головами пролетел Пурим в это время. Между книгой Эзры и книгой Нехемии прошло время. Сколько? 16 лет была заморожена стройка. Из них 14 лет, которые правил царь Ахашвирош. И тогда получается, что где-то здесь посередине, лет 10-15 назад, прогремел Пурим над нашими головами. Почему прогремел? Но с одной стороны, это праздник, с другой стороны, это чуть не закончилось катастрофой для всего еврейского народа. И в это время, когда закончилась для нас благополучно эта история, что евреям было разрешено? Евреям было разрешено уничтожать своих врагов, а точнее защищаться. Дело в том, что в Персии был такой обычай, что грамоты или послания, приказы, которые издавались императорам, их нельзя было отменить. Потому что в глазах людей, в глазах избирателей это может показать, вы выглядите как-то странно, вы что там, не знаете, чем вы занимаетесь? Сначала посылаете одну депешу, потом за ней сразу же, или через какое-то время, отменяете эту предыдущую депешу новой. И получается, что это может не принизить уважение в глазах людей кабинета, то есть аппарата, который управляет страной, ну и главным образом императора. И это недопустимо. Поэтому был закон, что грамоты, которые вышли из-под руки императора, с его подписью и печатью вернуть невозможно. Как же быть? А если да, нужно отменить какой-то указ, как, например, было во время истории, во время Пуримских событий. Посылали новый указ, который позволял каким-то образом аннулировать предыдущий. И что там произошло? Евреям сначала, то есть никто не отменял запрет на то, что евреев можно уничтожить. Но после того, когда Эстер сделала то, что, точнее, Всевышний сделал то, что сделал, то послали новые грамоты, что евреям разрешено защищаться. Разумеется, никто не собирался поднимать руку на евреев после того, когда стало известно, что Мордыха и главный советник царя императора, он еврей, его племянница или жена, по многим мнениям, это сама царица. И поэтому евреи сами перешли в контрнаступление. И вот говорит Таргум Йонатан, ну не Таргум Йонатан, другой Таргум Йонатан, что пишет на арамейском языке, что когда евреи убивали кого-то, не убивали персов, не убивали местных, какие-то там медийцев, а убивали именно амаликитян. Как они знали? Знали. Это отдельная тема, отдельная, может быть, даже для целого урока, как можно выяснить. Я нашел комментарий Рава Элефанта, русичем от Итри, который пишет, задается этим вопросом, ведь мы сказали, что Санхиреев перемешал все народы, и уже сегодня никто не может сказать точно, что амаликит, кто амаликит, а кто нет. Так вот, он говорит, убийца, сын убийцы, и притеснитель, сын притеснителя, имеется в виду убийца евреев, сын убийцы евреев, и тот, у кого в крови заложено быть вот этим антисемитом, как сейчас во Франции, Мария Ле Пен, возглавляет какую-то там партию правую и националистическую, так ее папа такой же был, он утверждает Рава Элефанта, что вот это вот является всеми признаками того, что эти люди происходят из семени амалека. И поэтому те, которые в течение целого года, а ведь там целый год был между этими депешами, между этими грамотами, от того, как вышел указ об уничтожении евреев и до той даты, когда евреи начали обороняться или получили право на оборону. Так вот, за это время многие неевреи приходили к евреям, вот скоро наступит та дата, так вот мы с вами разберемся, я обязательно приду к тебе, постучусь в дверь, готовься, жди. И вот эти люди, которые таким образом засветились, они и получили от евреев, и именно они были уничтожены, а никто другой. Зачем я это рассказываю? Потому что, говорят, комментаторы, если все ненавистники народа Израиля были уничтожены, то значит, что и были уничтожены те негодяи, которые были еще в книге Эзры, который упоминается во 2-й, 2-й, 4-й. Сейчас мы посмотрим, я сделал отметки, сейчас мы вспомним об этих людях, помни их имена, как говорится. И когда они были уничтожены, то сегодня появились новые, новые лидеры. Но, есть проблема, какая проблема? Опять же, поскольку мы сейчас привели Таргуменцын, которые говорят, что всех, кого убивали, это были только представители амаликитян, а не представители других народов. Здесь у нас есть и самаритяне, и аммонитяне, и еще какие-то там, будет араб, некий фигурировать еще. Значит, их, может быть, и не убивали. Более того, есть Медраж, есть Таргум на Мегалат Истер, в котором говорится, что когда царь Ахашвирош, видит, что к нему на аудиенцию напрашивается Эстер, и она находит милость в его глазах и говорит, что ты захочешь, попроси, что хочешь от меня, у меня, до полцарства, объясняют наши мудрецы, до полцарства, что означает. То есть, ты можешь, ну, контрольный пакет акций я себе оставляю, 51%, а почти половину ты можешь получить, то есть, все лимузины, все какие-то наши имущества, все наши дворцы, акции, нет, речь не об этом, говорят комментаторы, что полцарства имеется в виду, хатси, это половина, но как центр, то есть, если мы берем, вот у нас есть стол, мои руки, я так вижу, еще попадают в камеру, камеру, так вот, здесь приблизительно посередине это будет центр, и хатси-шульхан, половина стола, так вот, он сказал, что есть в середине, посередине моего царства находится храм, находится Иерусалим, там тоже не получается географически, чтобы это была середина, имеется, ну, наверное, как пуп земли, или центр, центр духовный, который, и о его духовности, и о его важности понимал, наверное, Ахашвирош, так вот, он говорит, то, что находится в самом сердце моего государства, об этом ты просить не можешь, то есть, ты можешь просить все вот отсюда, и с этой стороны, и с этой стороны, то есть, даже больше, чем половину, но разморозить замороженную стройку во второго храма, ты не можешь это делать, и почему? И он сказал ей, он сам не хотел, он сам был большим негодяем, и как объясняют некоторые каббалисты, что он строил храм для Тумы. Каким образом? Как это понять? Все это не сейчас, но в пику Иерусалимскому храму он строил храм для сил Тумы. Но там говорится, что у меня есть клятва, так он объясняет Эстер своей царице, что у меня есть клятва, что я дал ее Санвалату, и вот этим вот негодяям, которые здесь перечисляются, эти имена, что я ни в коем случае не запущу стройку храма, не допущу возведения второго храма. То есть получается, что из Таргума перевода на арамейские, это вообще комментарии, комментарии Таргумьона на Мегелат Эстер, следует, что вот эти люди существовали уже и раньше. Вот к чему было все это длинное объяснение. И тогда это можно объяснить, что это были не амалекитяне, а убивали только амалекитян, которые были особо активны, или те, которые были особо активны в угрозах в сторону евреев. И вот теперь новые люди, новые персонажи появляются на сцене. Дальше. Десятый стих. Скотина имеется в виду осел. Почему он не вы... Давайте все по порядку. Прежде всего, я обещал вспомнить о тех негодяях, которые когда-то мешали строить и заморозили стройку второго храма. Четвертая глава, не вторая, четвертая глава, девятый стих. Тогда Рахум составители. Шимшай писец. Шимшай писчик этот писец. Он секретарь. Это тот, кто писал письмо сетна, наклёп этот, поклёп на вет на евреев. И это был сын Амалекитян главный. Амана Раша. И прочие их единомышленники Динаи, Афарстахаи, Тарпелаяи, Аферсеаи, Аркеваи, Бавельцы, Шушанцы, и в общем, представители разных народов. Де Айцы и Эйламцы. Эйламцы, насколько я помню. Это Южный Ирак. Южное Междуречье. Вот это люди, которые уже здесь не фигурируют, но в соответствии с Медрашем мы помним, что часть из этих людей это и есть Санвалад и часть их имён. Санвалад. И кто у нас здесь ещё? Вернёмся в Нехэмию. Товья Амони. Эведа Амони. Пришёл в Иерусалим и отдыхал там три дня. Так говорят наши мудрецы в трактате Эйрувин, 65-й лист, первая страница, что человек, который пришёл с дороги, длинной дороги, не короткого похода, а здесь был переход в несколько месяцев, и достаточно ему отдохнуть, чтобы прийти в себя, или ещё в дат, чтобы чувствовать себя умиротворённо. Для этого достаточно три дня человеку. Итак, они возьмутся сейчас за строительство, за возведение крепостной стены. Сразу же. Через три дня. Нехэмия не отдыхает. Он использует эти три дня, чтобы не работать, но не работать непосредственно на стене. Но в это время он работает. Он выходит ночью, он проверяет процот, пробоины, разваленные, разбитые стены. И написано дальше, что он закончит возведение стены 25-го илуля. 25-го илуля. А всего будет дальше сказано в 6-й главе книги Нехэми, которую мы, Безрата Шем, будем ещё изучать, дойдём к этому месту, что всего стройка продолжалась 52 дня. Итак, давайте посчитаем, когда же теперь мы можем знать, когда пришёл Нехэмия, когда поднялся Нехэмия, вошёл в Святую Землю и непосредственно в Иерусалим. 25-е илуля. У нас есть 52 дня. Отчитывая назад, отнимаем 25, остаётся 27. Значит, в месяце Ави, предыдущий месяц, предшествующий иллю, в нём тоже нужно отнять 27 дней. И это те дни, когда велась уже непосредственная работа. К ним нужно добавить 3 дня отдыха. Получается, что Рош-Ходыш-Ав. Кто у нас в Рош-Ходыш-Ав пришёл? Эзра пришёл в Рош-Ходыш-Ав. Где Эзра? Эзра, 8 глава, 31 стих. «И отправились мы от реки Агава, 12 дня первого месяца над ними, та-та-та-та, а на 4 день и прибыли мы в Иерусалиме, жили там 3 дня». Также где-то здесь также сказано, что он пришёл в Рош-Ходыш-Ав. Эзра хотел превратить этот месяц в месяц праздничный. Месяц, когда произошла проблема. Проблема, трагедия с разведчиками, когда еврейский народ остался на 40 лет в пустыне. В этот день были разрушены первый, потом второй храм. И вот, чтобы превратить этот день, может быть, 9 ава и вообще весь этот траурный месяц в дни хорошие, Эзра приурочил свой приход в Иерусалим именно к Рош-Ходыш-Ав, то есть новомесячью, первый день месяца ава. И то же самое сделал и Нехемия. Пусть это не написано воочию, не написано чёрным по белому, но мы сейчас высчитали, как это было сделано. То есть были определённые намерения. И вот 12 стих мы прочитали, что Нехемия выходит с людьми, без коней, только на своём осле, и, по-видимому, осёл был только у него. Ночью, при соблюдении полной конспирации. Зачем нужны были такие меры? Сложные. И вот говорят наши мудрецы, говорят комментаторы, что Нехемия знал, что очень много евреев ведут себя недостойно, ведут недостойный образ жизни. Они женят своих детей с детьми различных лидеров, представителей других народов, но важных персон, которые занимают какие-то ключевые должности в Заречье, в этой провинции Персидской империи. И он понимал, что сразу же начнутся доносы. Сразу же попытаются ему противопоставить что-то. Дальше мы увидим, что с ним произойдёт даже то, чего не было ни с Эзрой, и не с ним же в роли Зрубавеля. Нехемию несколько раз попытаются убить. На него будет совершаться покушение, или, по крайней мере, они будут планировать покушение его враги. То есть Нехемия понимает, о чём идёт речь, и даже вот тот факт, что подчёркивает, и под нами не было животных, то есть мы не взяли коней, потому что кони, они могут ржать, осёл обычно ведёт себя тише, он тоже умеет, мы знаем хорошо, огласить своим шумом окрестности, однако ночью, наверное, то ли ведут они себя проще, то ли обычно они покладисты. И ещё конь, у него есть подковы, и подковами этими он может хорошо греметь, или цокать. Поэтому во имя соблюдения всех вот этих вот конспиративных условий, они отправляются только с одним ослом, или на ослах, для того, чтобы осмотреть состояние крепостных стен вокруг жилых кварталов Иерусалима. Стих 13. «И выехал я ночью через ворота долины, к Эйн-Атаним, и к воротам мусорными, и осмотрел я крепостные стены Иерусалима, что были разрушены, и ворота его, что сожжены огнём. И прошёл я к воротам источника, и к царскому водоёму, но не было там места, чтобы пройти скотине, которая подо мной». Это места, которые построены, Та-Алат, то есть канал, царский канал, и царский брехот, царский, как здесь написано, водоёмы. Ну, бреха — это бассейн. Не для плавания, как сегодня. Бассейн — это место, где собирается вода. Это места, которые ещё оборудовал и отстроил царь Соломон. И вот они подошли к этим местам. «И поднялся я ночью по руслу реки и осмотрел стену, и вернулся к воротам долины и возвратился домой». И правители города, там объясняют так, комментаторы, к нам, к сожалению, нет возможности сразу же сделать заставку, чтобы я объяснил, где, какие ворота, какая сторона. Ну, в общем, он выходил, мусорные ворота были рядом с домом Пехи. Пеха где? Дом Пеха, дом... властителя этих мест. По-видимому, государственное. Дом, принадлежащий государству. Государственное жильё. И Нехемия сразу же получила эти апартаменты в своё распоряжение и в своё пользование. И поясняют комментаторы, что у него было два выхода. Сначала в одну сторону, потом в другую. За две ходки они смогли, то есть они не сделали по кругу полный обход, а дважды выходили в разную сторону для того, чтобы составить список мест, которые требуется ремонтировать. И поднялся я ночью по руслу, прочитали 16 стих. А правители города не знали, куда я ходил и что делал ни иудеям, ни священникам, ни знатим, ни правителям, ни остальным исполнителям работ. Не сказал я ничего до той поры. Но сказал я им, вы видите то бедствие. Это уже утром. Он говорит, вы видите то бедствие. Что означает вы видите то бедствие? Он их вывел на места, которые он посетил. И ночью, когда Нехемия обходил вот эти пробоины в стенах, разрушенные места, он где только мог добавлял, усиливал разрушение для того, чтобы произвести потом впечатление на людей, которые, может быть, даже не против него, а за него. Так было большинство евреев. Но которые вели себя инертно, их тяжело было вывести из какого-то своего состояния спячки. и они не очень желали, не очень стремились восстанавливать эти стены, тратить деньги, устраивать сборы, устраивать стройку века. И вот, говорит Нехемия, но сказала, вы видите то бедствие, в котором мы находимся? До сих пор непонятно, как Нехемия мог сделать так много разрушений. Неужели стена была такая, что даже если эти глыбы каменные уже не имеют сцепки, не имеют цемента, не имеют бетона, там не использовался даже бетон, они были настолько большие, что их просто укладывали, они подгонялись одна к другой, и они под собственным весом находились на, удерживали это. Так стояла стена. Непонятно, как он мог ногой, чем сандалем, специальными рычагами, тут даже животных при них не было, чтобы их, может быть, запрячь как-то и сдвинуть эти камни. Неясно, но очевидно, так все в один голос говорят, комендаторы, что Нехемия специально, ночью, где только мог, устраивал как можно больше разрушений, то есть те места, которые и так нужно будет разрушать, для того, чтобы поставить на их местах более крепкие, настоящие новые стены, все это он, в общем, он преувеличивал, добавлял эти разрушения. Идем же, отстроим стены Иерусалима, и не будем впредь в унижении. И рассказал я им о руке Божьей, что благой была надо мною, и о словах царя, которые сказал он мне, и сказали они, встанем и отстроим. И крепко занялись они за благое дело, и услышал об этом Санвалад из Хорона, и тови араб амунитянский, и гешем араби, вот теперь уже и арабы впервые здесь фигурируют, и насмехались они над нами, и оскорбляли нас, и сказали они, что это за дело вы делаете, не против ли царя вы восстаете, и сказали им в ответ, Божий небесный он даст нам успех, а мы рабы его встанем и отстроим, а вы нет ни доли, ни милости, ни доброй памяти в Иерусалиме. Что касается амунитян, амунитян, которые здесь не фигурируют, но еще мы встретим в книге Мехеми, пусть может быть даже жители просто этой страны, переселенные туда с Анхиривом, а не этнические амунитяне и муавитяне. Народы эти всегда являлись большими оппонентами и заклятыми оппонентами народа Израиля. Амунитяне вообще поклонялись не просто идолам, как это было у других народов, допустим, давайте вспоминать, что приходит в голову Медьян, народ, из которого произошел Ятро, кому они поклонялись? Муав, помните, там, когда евреи находились в муавских степях незадолго перед входом в Святую Землю, они смогли, пусть и пригласили Белама, но тот не смог проклясть, но он дал совет, что Всевышний не любит разврат. И если ты хочешь, чтобы просто не нашими, не своими руками, а буквально руками Всевышнего, чтобы сам Всевышний прогневился на них, сделай так, чтобы они стали развращаться. И тогда было устроено страшное, все эти, знаете, истории из недельных глав, но самое главное, там был какой-то Бог, Бог, какой-то идол, служение, которому выражалось в том, что нужно было испражняться прямо перед ним или на него. у филистимлян, что там было, догон, непонятно, что это, то есть, все как в один голос, все как один говорят, что это был такой вид Нептуна, мужчина сверху, руки, плечи, грудь, голова, а внизу хвост, рыбий. А есть мнение, что это было от слова доган, доган, пять мини, пять видов, хамешт мини и доган, пять видов злаковых, потому что часто встречается в истории с филистимлянами, что у них были посевы, то есть, земля была эта достаточно плодородная вдоль побережья, и для них их важным элементом в их экономике и жизни были злаковые посевы, пшеница, рожь, и что там еще есть. А вот амунитяне, кому они преклонялись? Так вот, говорят комментаторы, что они поклонялись непосредственно Нахашу, непосредственно самому сатанец, самой Ецерара, дурному началу, и у них на мечах был выгравирован именно змей, тот первородный грех, тот, в общем, они работали без посредников, они служили непосредственно самой нечистой силе, и так говорят, что не просто, поясняют, что не просто так амунитяне произошли от лота, потому что лот является самым большим, самой большой ложью на земле, одной из самых больших обманов на земле, ведь если вещь наиболее, значит, какая вещь наиболее, что является самой большой ложью, чем больше ты похож на какой-то на оригинал, например, подделка, если есть какая-то репродукция, она изначально сделана на глянцевой бумаге, и ты понимаешь, что это не настоящая картина, она передает большую часть элементов и впечатление от настоящей картины, если сделана качественно, но ты понимаешь, что это подделка, это не подделка, это просто копия и грубая копия, если же человек преднамеренно сделал рисунок, картину, которую он выдает за подлинник, обработал ее, держал в каких-то печках долгие годы для того, чтобы создать элемент, эффект вот этой трещины в лаке, как будто бы, который появляется только через сотни, может быть, даже тысячи лет, и продает эту картину. Человек, покупая ее, готов выложить миллионы за оригинал, думая, полагая, что это оригинал, и поэтому видно, что чем вещь ближе к оригиналу, тем она является большим враньем, большей ложью. И лот, от которого произошли два народа, Моав и Амон, они были потомками племянника Авраама, который был похож в точности на своего дядю. Авраам почему отказался от него, почему отослал его, сказал, выбери ты себе одну сторону света, я пойду в другую сторону света, потому что Авраам не мог находиться рядом с ним, его омонов, лотовские пастухи посылали своих животных в посевы, в чужие поля, говоря, непонятные объяснения, точнее, совсем понятные, но неправильные, что, мол, Всевышний обещал Аврааму эту землю, у Авраама нет наследников, единственный наследник всего будет лот, и лот землю эту наследует, это когда фактически наша, наша она будет, ваша она будет, может быть, потом, но не сейчас, как же вы сейчас уничтожаете чужие посевы, занимаетесь воровством, и Авраам понимает, что его могут принимать за лота, и поэтому отказывается от совместного проживания, и говорит ему, уходи в одну сторону, а я в другую, и не случайно от лота происходят два народа, Муав и Амон, и как объясняют комментаторы из мира Кабалы, Муав, он олицетворяет собой внешние факторы, то есть, это вид дурного начала, соблазны, которые приходят извне, а вот что такое Амон, так Амон это еще страшнее, Амон это нечто, что живет в нас самих, то есть, то, тройные имеющиеся в муке дрожжи, не дрожжи, а те бактерии, которые обязательно станут причиной скваживания теста, даже если ты не добавишь что-то дрожжей, 18 минут, и это тесто уже начинает бродить, даже без внешнего, то есть, есть что-то внутри нас самих, с чем нужно бороться, с чем нужно жить, и поэтому вот, Муав и Амон, они всегда работали против народа Израиля в этих двух направлениях, в этих двух проявлениях, внешний Ецер-Ара и внутренний Ецер-Ара. Так вот, та история, которую мы уже сегодня упоминали, когда в степях Муава муавитяне вместе с меденитянами пытались соблазнить, совратить народа Израиля, сынов израилевых, так вот, понятное там участие Муава, то есть, это опять же, как мы сказали, Муав проявление внешнего Ецер-Ара, внешнего дурного начала, которое работает против нас, которое пытается извне совратить, соблазнить и подставить нас. А где же здесь участием ОМОНа? Как мы сказали, что ОМОН, это внутренний, это облицетворяет внутренне встроенный Ецер-Ара или дурное начало. Иса, Сеорши Бе Иса, то есть, те бактерии, которые обязательно имеются в нас, даже если мы очень сильно охраняем, обороняем себя и охраняем себя от внешних дурных факторов. Так вот, нигде не сказано, что там, нигде вы в текстах не найдете, что Аммонитяне где-то участвовали в той страшной истории совращения сынов Израиля. Но в Вавилонском Талмуде говорится, в одном из трактатов говорится, что Аммонитяне, какое было их участие, они поставляли вино для вот всех этих ну, оргий, которые потом, события, которые заканчивались часто просто развратными оргиями. то есть, почему нужно было именно Аммонитское вино, не было других хороших вин. Аммонитяне здесь, опять же, выступают в роли вот того, внутренний человек, сидит ему все хорошо, он чувствует себя хорошо, ему никуда, его не тянет на приключения, на какие-то нарушения, но вот стоит ему выпить вина, и уже он сам находится в таком состоянии опьянение, и теперь его уже может потянуть на какие-то нехорошие дела. То есть, мы видим, что Муав, Аммон, смотрите, помните, в книге Судей существует смущная одна история, когда один из наших лидеров убил их царя, именно Муавского, как его звали? Эглон. То есть, намек на Эгель, на Золотого Тельца, это внешние, опять же, внешние Абудазара, внешние какие-то факторы идолопоклонства. А как, что мы знаем об аммонитянских царях? Нахаш, помните, во времена Давида, когда еще была история с Батшевой, и говорят, что она не просто так произошла именно во время войны с аммонитянами, потому что Давид воевал не просто с аммонитянами, а воевал именно с тем центральным главным корнем зла, который сидит в каждом из нас, встроенной частью каждого из нас. И от него нельзя просто так с легкостью избавиться. Как его звали? Нахаш, змей. То есть, именно тот самый первый, первозданный, первородный грех. И вот теперь эти представители продолжают работать против Нехемии, который пришел возводить крепостные стены вокруг кварталов, жилых кварталов Иерусалимского, города Иерусалима, который вокруг Иерусалимского храма, и они оказывают ожесточенное сопротивление. Давайте закончим вторую главу. И сказал им ответ. Боже Небесный, Он даст нам успех, а мы, рабы, Его встанем и отстроим. И вам нет ни доли, ни милости, ни доброй памяти в Иерусалиме. Из этих слов наши мудрецы, комментаторы замечают, что они пытались не сразу же запретить, не сразу же помешать стройке, они пытались помочь, прийти к народу Израиля, прийти к евреям и сказать, вы строите очень хорошо, возьмите нас в долю, вам будет дешевле, вам будет больше людей, больше рабочих рук, мы поможем вам сделать это. И Нехемия понимает, что они хотят просто внедриться в наши ряды и уже бить из тыла, что еще более опасно, чем просто противостоять лобовой атаке. А мы увидим в следующих главах, что как они будут строить, в каких условиях. В одной руке копье, а в другой руке рабочий мастерок. Придется так, потому что набеги, налеты и попытки помешать строительству будут даже средь белого дня. И говорит Нехемия, не будет у вас удела в нашем храме. Прямо в лицо. И Рамбом учит отсюда Аллаху, что закон на самом деле не учат из этих стихов, а он приводит как иллюстрацию. Что Нехемия знал, что нельзя брать деньги от неевреев на строительство храма. И сегодня эта Аллаха также распространяется на строительство синагог, то есть саму непосредственную как называют шеллен сегодня на еврите говорят. То есть бетонный каркас, само здание, саму недвижимость, нельзя на это брать деньги от неевреев. Настолько велика святость синагоги, которая считается малым храмом. и так вот Рамбан пишет. Насколько я помню, когда я смотрел Аллахот на туалетную бумагу или на люстру, то есть вещи, которые не являются шторой для окон, это да, можно взять. Такое пожертвование принимается. Глава третья, начнем ее, у нас осталось немного времени, но начнем, сделаем заделы для следующего урока. И поднялся Эль-Яшир, первосвященники, братья его священники отстроили овечьи ворота. Они освятили их и поставили в них двери. Вся третья глава будет заниматься как раз вот этой стройкой, которая продлится, как мы уже сегодня упоминали, 55 дней, 52 дня. И представители разных семейств, представители разных семейных кланов, я бы это даже назвал так, хотя понятие шотландское, но настолько приятно читать, они разобьют места, пробелы, бреши в стенах, которые образовались за эти несколько десятков лет, когда храм, храмовая гора пустовала и Иерусалим разобьют по секторам и каждое место будет строить какая-то определенная семья. будет очень напоминать радостную стройку и в первую очередь упоминаются коины, но не потому, что коины стоят на вершине, на духовной вершине народа Израиля, а знаете почему? Потому что наоборот они отличились в худшую сторону. Помните, в девятой главе в конце книги Эзры упоминаются, переводятся списки тех, кто переженился с неевреями. И там встречаются не только просто коины, а еще и сыновья первосвященника, люди, которые должны настолько, которые даже не на всех еврейках могут жениться, не могут жениться на разведенной, на вдове, на георет, а тут они еще и умудрились да еще и сыновья первосвященника жениться на нееврейках. Так вот, как там они были в первых рядах, к сожалению, так и здесь теперь их приводят как первых, кто бросается на возведение стен Иерусалимских, вокруг Иерусалима, не Иерусалимского храма, он уже давно возведен, а теперь идет речь о строительстве крепостных стен. А рядом с ними отстраивали жители Ерихо, и рядом с ними строили Закур, сын Имри, а ворота рыбные отстраивали жители Сыная, они покрыли и вставили в них двери с замками и засовами, а возле них крепил стену Мереймот бен Урия бен Акоц, и рядом с ними крепил Мешулам бен Брехья, бен Мешалаэль, а возле них крепил ее Цадак бен Баанна, а возле них отстраивали жители Текоа. Также сегодня это поселение мы вспоминали, место находится на горах, здесь в Израиле понятие горы относительное, имеется в виду, знаете, наверное, это место, Гордус, гора царя Ирода или Ордуса, вот там, место это находится на возвышенностях, говорят наши мудрецы, что горный воздух, он умудряет, или люди, которые живут в горах, они, амицей лев, как говорит Абарбанель, они очень люди мужественные и умные. Давайте вспомним, и на этом закончим наш сегодняшний урок, когда Авшалом, сын царя Давида, убивает другого сына царя Давида, Амнона, который изнасиловал до этого его сестру, Тамар, Авшалом убегает к своему дедушке, ведь мама его была добровольно принудительно взята в народ Израиля, как Эшет-Ефа-Тоар, когда царь Давид захватил Кнанийский народ, проживающий на голландских высотах, и Авшалом, мама его уже прошла Геюр, Авшалом родился уже как еврей, и Авшалом убегает к своему дедушке, и вот для того, чтобы вызвать его оттуда, обратно в Иерусалим, убедить Давида в том, что это единственный настоящий, никто не знал, что у Давида есть пророчество о том, что его один из младших сыновей, царь Шломо, ему Всевышний уготовил роль быть продолжателем рода царя Давида и восседать на престоле в городе Иерусалиме, и поэтому Йоав, полагая, что Авшалом является достойной кандидатурой быть наследником царя Давида, он вызывает к себе женщину Текуанку из поселения Текуа и вкладывает, написано там буквально таким, и вложил он в ей в уста слова, которые она должна передать, то есть там была очень сложная система, как подготовить Давида и подвести его к тому, что он должен вернуть Авшалома, сложный рассказ, аллегорический, отдельный, но потом Давид понимает, что здесь все это театральная сцена, все это сделано для того, чтобы привести Авшалома обратно, и эта женщина справляется со своей ролью, почему? Потому что она была умная, а почему она была умная? Потому что она жила в горах и дышала чистым воздухом в поселении Текуа. На этом остановимся, спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.